16 июля 2012 года, 11.05, доброе утро, друзья, это программа Рунет Сегодня, рассказ о главных событиях ушедшей недели в цифровой среде, мобильном вебе, интернете, всем том, что становится стремительно нашим с вами настоящим из фантастических фильмов, переходя в реальность. Напомню, что слушайте нас на 99.6 в FM, если находитесь в столице, нас можно услышать онлайн на finam.fm, если и когда вы находитесь за пределами Москвы, ну и также подкаст всегда к вашим услугам, программа выходит в виде записанного файла, mp3 файла, те, кто не знает, что такое подкаст, и оказывается там же на сайте finam.fm и в iTunes, одним словом набрав, где бы то ни было, Рунет Сегодня, вы сможете подписаться на эту ленту и слушать нас в любое удобное время, хотя обычно выходим в понедельник, 11 часов, что, собственно, и делаем сейчас. Напомню также, что новости, которые звучат в этой программе, комментируются экспертами, гостями этой студии. В этой передаче мы пригласили Анатолия Денисова, главного редактора CMS Magazine. Приветствую, Анатолий. Приветствую. И Олега Ульянского, гендиректора детского портала twiddy.ru. Олег, привет. Доброе утро. Значит, коллеги, расскажу вам и расскажу нашим слушателям о том, что будет предметом нашего сегодняшнего обсуждения. Ну и потом мы можем обсудить вот в целом, как вам эти дни, эта неделя, и, возможно, вы какие-то сами предложите соображения, какие-то мысли, не вошедшие в нашу подборку. Бог его знает. Может быть, что-то вас заинтересовало и иное за прошедшие 7 дней. Сейчас о главном. Значит, мы будем говорить о продаже некогда громкого стартапа в области Web 2.0, о партнерстве между компаниями Rambler и 2GIS, о причинах, побудивших Twitter отказаться от стремления выйти на биржу, а также о самой неоднозначной новости ушедшей недели о так называемом законе о черных списках интернет-ресурсов. Есть еще несколько событий, которые тоже вот я сейчас коротко озвучу. Также тестировался Wi-Fi в московском метро. Тестирование прошло успешно. Может быть, может, сейчас... Пробовал, слава богу. Очень хорошо. Пробовал, да? Я нет, я не успел. Я пробовал не раз. Очень хорошо. Не хватает еще розетки, тогда можно по кольцевой ездить, собственно, и никуда не выходя работать из метро. Поэтому и не сделали. А еще, знаешь, такие нужны хипсерские вагоны с розетками и с котиками там на пострах, и как-то отдельных прицеплять кольцевой, чтобы они ездили вместо офиса. Мне кажется, это будет такая замкнутая система. Кейтеринг и все остальное, и все будет замечательно. Не-не, они будут... Но тогда время почасово надо брать в метро. Вот, это правда, это правда. Они будут вызвать туда суши и пиццу, доставку, вот. Вот, и надо будет только наладить эту поставку на кольцевую линию суши и пиццы. Далее, значит, можно вспомнить о том, что в Таджикистане создана специальная группа, которая будет заниматься мониторингом комментариев в интернете. То есть там спецслужбы обратили внимание всерьез на наличие глобальной сети. Значит, ну и другие были события. Случился конфликт между министром Никифоровым и замминистра Масухом, который ушел из министерства, хлопнув дверью. Вот, ну и там вчера Твиттер отметил свое шестилетие, например. 15 июля, день рождения Твиттера. Вчерашний день. Это срок. Как вам неделя вообще? Вот я назвал события. Может быть, что-то вам кажется важно добавить упущенное? Ну, лишнее мне трудно что-то добавить. Закон о клевете. Закон о клевете, да, пожалуй. Он имеет непосредственное отношение к Рунету, поскольку, я так понимаю, что когда его отменяли, они думали, что клевета бывает в газетах, а когда они его ввели назад, они вспомнили, что основные-то их истории с клеветой связаны, наверное, с блогами и благосферой. Я бы сказал, что именно увидев, что вот это вот в блогах и в соцсетях возникает много того, что можно будет заклеймить как клевету. Называется «Пишу черти что». Что себе позволяют. Хорошо, а вот из того, что названо, что вам кажется наиболее интересным? Это какие законы об информации? Ну, вот лично мне, я, может, несколько проекционно скажу, он, кажется, он вызвал бурю, да, негодование. Весь интернет только об этом и говорил. Но, на самом деле, я вот не могу не вспомнить слова Игоря Ашманова, который очень давно говорил о том, что, ребята, вот много же было предвестников этого, да. Несколько лет назад обсуждался закон о том, чтобы все сайты сделать СМИ с посещаемостью выше. Такого-то количества человек. А что государство рано и поздно начнет контролировать интернет. И надо не пытаться отсрочить, вообще от этого избежать, а пытаться сделать так, чтобы это произошло наименее болезненно и не испортило интернет. Чтобы когда оно обнаружит, оно не повело себя как слон посудной лавки. Да, да, да. И вот, кстати, опять же, мое мнение, что то, что сейчас происходит, это не самый плохой вариант. Мы, на самом деле, не знаем, что еще могло бы быть. Вот сейчас все критикуют интернетовское лобби, да, что оно как-то не отреагировало. Педофильское лобби, так же это звучит? Да, да. Ну, в общем... Критикуют интернетовское лобби, называем его педофильским. Ну, да, 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 что оно, мол, как бы ничего не сделало. Опять же, мы не знаем, что, может быть, варианты были еще более дикие. Это... Не, ну, всегда есть более дикие варианты. В общем, есть Северная Корея. Ну, и есть Китай, более цивилизованный вариант Северной Кореи. Ну, да, то есть пути могли быть разными, поэтому то, что сейчас происходит, это... Ну, одним словом, сойдемся в том, что главное событие — это пресловутый закон о черных списках. Мы об этом будем говорить ближе к концу передачи. А сейчас предлагаю двигаться в обсуждение главных новостей. И начнем с рассказа о проекте, бывшем некогда знаменем, так называемого тренда Web 2.0. Социальный интернет-сервис DIG был приобретен компанией Betawarks за 500 тысяч долларов. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники знакомой ситуации. По словам издания, Betawarks планирует интегрировать DIG с сервисом News.me, который занимается рассылкой новостей, подобранных согласно предпочтениям друзей пользователя в социальных сетях. Я бы провел эту новость под рубрикой «Блеск и нищета Web 2.0». Сервис DIG, напомню, был основан в 2004 году. Это был один из первых новостных ресурсов, концепция которого основывалась на генерации информационной повестки дня самими пользователями путем голосования за ту или иную новость. Ну, коллеги, ходящие студии, конечно, знают это, это рассказывают для слушателей. По сообщениям техкранча, это известное издание в области интернет, сумма сделки составила значительно больше, чем 500 тысяч. Но даже если она составила, там, не знаю, миллион или два миллиона, это все равно очень мало, поскольку, как мы помним, 40 миллионов в него было вбито инвестиций, даже больше. И на пике Microsoft и Google предлагали суммы в 200 миллионов и более на покупку. Для вас что означает это событие? Ну, прежде всего, означает, что они были лохи, что они не продались за 200 миллионов. Нет, ну это так, это на человеческом уровне. А вот, в принципе, мне кажется, очень знаковая история. Мне кажется, что в начале Web 2.0, в начале развития социальных сетей, социальных медиа и сервисов, были попытки предугадать, как люди себя будут вести в социальных сетях. И часть из этих попыток, эти предсказания сбылись, а большая их часть, как бывает обычно с предсказаниями, не сбылось. И вот Дикком это такое предсказание, что мы с помощью социальных инструментов, стоящих рядом с социальной сетью, не внутри, а рядышком, сможем создать такой некий новый СМИ, СМИ 2.0 такие. А реально получилось, что люди ушли в социальную сеть, и в социальной сети же нашли все, что им нужно для того, чтобы правильно рекомендовать, лайкать правильные новости, ну, интересные им. А другие читают, соответственно, читая Френдленду в Фейсбуке или там где-нибудь ВКонтакте, они эти новости читают и так знают. То есть им не нужно еще какое-то отдельное специальное, специализированное средство, чтобы знать, какие еще есть новости. — Иными словами, пользователи ушли в соцсети и не вернулись. — Нет, почему? Я думаю, что пользователи продолжают читать там агрегаторы типа новостей Яндекса, а есть те, которые ходят на какой-нибудь там РБК. Но достаточно... Фейсбук оказался достаточно хорошим инструментом, чтобы знать, что читают твои Френды. И для этого не нужно еще какой-то дополнительный инструмент. — Фейсбук или его альтернатива локальная? — Ну, или ВКонтакте. — ВКонтакте в гораздо меньшей степени выполняет такую функцию ньюсфида, чем Фейсбук. — Я не могу сказать точно, я сам не пользуюсь ВКонтакте, но говорят, что выполняет вполне себе. То есть та же самая история, просто там в френд-лентах больше кошечек и каких-то личных историй, и меньше ссылок на статьи в Форбсе или в ведомостях. Анатолий, для тебя, вот мне кажется, такую версию скажу, это моя личная история, мне кажется, что как в эволюции человека определенные ветви оказались тупиковыми, скажем, неандертальцы, были и другие, сейчас просто не вспомню, так и в эволюции социальных медиа, в эволюции вообще интернета. В определенной ветви, имея серьезное, достаточно, как сказать, серьезное значение и будучи очень прогрессивными на определенном этапе, потом отмирали и становились тупиковыми. Вот новостные агрегаторы с еще социальной закладки, скажу как автор пары проектов в этом направлении, успешно проданных в свое время на пике, они как-то вот завяли. Они казались, хотя и были очень интересны пользователи в один момент, потом оказались ненужными, были заменены соцсетями, замещены. Вы знаете, я думаю, что вот та оценка, которая звучит, полмиллиона долларов или больше цифр, это просто реальная стоимость этого бизнеса. То есть, когда его пытали, могли купить за 200 миллионов долларов, да, это из них там 199 миллионов и 500 тысяч, это были ожидания, что на этом можно будет заработать суммы значительно превышающие. То есть, я не могу там не вспомнить Инстаграм, да, недавно купленный за миллиард, который не зарабатывает пока ничего. Я думаю, кстати говоря, это последняя громкая сделка, это вот, мне кажется, гвоздь веб 2.0 со всех точек зрения. Я думаю, что прошло бы, например, там 4 года, Инстаграм бы тоже купили, если бы он еще к тому времени не существовал, тоже за 500 тысяч. При этом он мог бы существовать... Либо он закрылся бы как его аналог пик-приз. Либо, да, да, да. Ну, то есть, все... Я очень уверен. Я думаю, что Инстаграм купили за миллиард, потому что это некий такой большой ключ в мобайл, который все понимают, что будущее интернета в мобайле, а Инстаграм уже туда вошел и покупают именно за некую тропинку в мобайл. А как они ее используют, что пойдет по этой дорожке, еще не понятно. Их близь то же самое, коллеги, извините, пожалуйста, нам еще нужно будет остановиться на минутную паузу для новостей, и мы продолжим эту интересную дискуссию. Между тем мы продолжаем. 11.18 в Москве, 16 июля 2012 года. Рунет сегодня, программа о главных событиях, ушедшей неделе в цифровом пространстве. Напомню, что мы звучим на 99.6 в Москве или онлайн на финам.фм. И также напомню о том, что гости сегодняшней передачи Анатолий Денисов, главный редактор CMS-магазин и Олег Ульянский, гендиректор детского портала Твидиру. Значит, коллеги, напомню вам и нашим слушателям, что мы говорили, как это я выразился, о блеске и нищете Web 2.0. Говорили о том, что популярнейший, известнейший агрегатор новостной Dig.com знамя Web 2.0 был куплен по слухам за полмиллиона долларов при инвестициях порядка 45 миллионов, которые были вложены за несколько лет разными инвесторами. И думали о том, как, собственно говоря, вообще себя чувствует сегодня Web 2.0, бывший таким очень популярным и красивым течением несколько лет назад. И какие выводы можно этого сделать на сегодня? Вот остановились на Инстаграме, да? Ты сказал, что вот он путь в мобайл. Несомненно. Но я еще раз повторю свой аргумент. Аналог Инстаграма Пик Плиз, его преследователь, это номер два. Он не нашел себя и закрылся. Окей, значит, Инстаграм знает какое-то волшебное слово, которое не знает Пик... Кто? Второй, я забыл. Пик Плиз. Пик Плиз, да? Да, я чуть-чуть мимо меня. У меня нет Инстаграма тоже, но не в том дело. Я думаю, вы знаете, всегда, как оно бывает, всегда у кого-то есть кнопочка слева, и это работает. Только кнопочка справа, и он умер. Почему? Непонятно. Так случилось. В этом миллиарда другой... Это у тебя прямо, как это знаешь, с лодкой. Что случилось? Она потонула. Да, да. Окей, а какие вообще, вам кажется, знаковые проекты или знаковые течения Web 2.0 отмерли, и какие вот, пройдя через этапы такого, может, перерождения, роста, остались ведущими? Ну, понятно, что остались, наверное, вот Facebook, ВКонтакте, его аналог, да? Ну, смотри, если брать, например, тот же российский сегмент, да, то, например, Хаббер-Хаббер существует, и ему пока... Хотя видно, что у них есть проблемы с монетизацией, то есть именно как бизнес, да, они собрали самую, по-моему, она считается в Европе, большая аудитория гиков, да, как-то были исследования вот недавно. Более полумиллиона человек в сутки там ходят. Да, да, да. Насчет монетизации проблем я не уверен тебе скажу, потому что по моему общению с Денисом Крючковым... Я объясню, они неспроста же, они пошли в мероприятие, вот их вот этот тостер, то есть это, если бы, я думаю, что если бы у них вообще никаких проблем не было, то если бы все это было хорошо, то тогда зачем им еще лишняя головная боль? Я тебе отвечу на вскидку, мероприятие, логичный способ дополнительной монетизации любого контентного ресурса, имеющего авторитет, медийный авторитет, и, ну, не обязательно в них идти от безденежья и безнадеги, можно идти просто потому, что хочется увеличить кэшфлоу. Ну, смотри... Или капитализацию. То, что ты говоришь, да. Есть инвесторы, в конце концов, которые, кстати, не публично, но они есть. Это как бы еще одно подражение тому, что веб 2.0, он не умер, да, он вот буквально, когда ехал на передачу, да, читал ReadWriteWeb статья, вот вышла то ли вчера, то ли сегодня, где как раз они так немножко отстраненно от вот всех цифр, да, говорили о Диге, да, как действительно о символе веб 2.0. И мне очень понравилась мысль, которая там прозвучала, что ни один веб, ни 1.0, ни 2.0, ни 3.0, он не умирает, он не отмирает, это не тупиковый вид. Она просто остается фундаментом, на который наслаивается все остальное, то есть, поэтому... Я скажу тебе так, она ложится таким вот рассыпанным культурным слоем, на который потом, как на фундамент, становится что-то другое. Да, да. Но при этом оно, конечно, как бы все-таки остается в виде таких, скорее, останков. Еще раз, там, вот опять же, ты говорил про, там, десятки миллионов вложенных в Диге, это вложенные люди вкладывали в ожидания, вот, соответственно, зарабатывает здесь тот, кто вовремя понимает, когда ожидания становятся реальностью, да, и чаще всего они не становятся реальными деньгами, и выходят оттуда. То же самое, я уверен, с Фейсбуком будет в какой-то момент, вся вот это вот, то, что сейчас происходит с мобайлом, да, все кричат о мобайле, все делают приложения, но зарабатывать на мобайле пока толком никто пока и не научился. То есть, в какой-то момент произойдет это отрезвление, и, соответственно... Насчет, извините, пожалуйста, я тебя прерву. Научились разработчики приложений, маленькие локальные студии, порой прекрасная история успеха, Angry Birds, там, не знаю, Cut the Rope и так далее. Это просто гениальные бизнесы. Другое дело, что многие вокруг этого ходят и говорят, о, как классно, делают какие-то приложения, и нет денег, они удивляются, как это так, нет денег. Вопрос реализации, понимание, хорошо. Коллеги, будем двигаться дальше, с вашего позволения. Конечно. Вывод для себя, я делаю такое на случай, что мода приходит и уходит, а веб до ноль был такой именно модой по ветриям, а дельные проекты, ведомые дельными предпринимателями, остаются. Сейчас я такой вопрос задам вам. Вы какими электронными картами пользуетесь? Яндекс, Гугл. А, в этом смысле. Гугл, Яндекс, да, ну, все, что на iPad закачано. А что думаете о перспективах Двагис, ну, или Дубльгис, как называют еще их, это... Когда я готов к передаче, я от вас и узнал, что есть такая. Да ладно? Да, я не знал ничего про Дубльгис. Ты знаешь, какие они сильные за Уралом? Ох. Ну, я последний раз был за Уралом шесть лет назад, тогда у меня не было мобайла. Тогда их-то толком не было. Ну, хорошо, мы сейчас поговорим о новом шаге развития Двагис в альянсе с обновленным Рамблером. Компания Дубльгис и Рамблер заключили партнерское соглашение, которое предполагает использование сервиса бронирования Рамблер Кассы для покупки билетов в кинотеатры с использованием онлайн-карты Дубльгис. Кроме того, в блоге картографического сервиса сообщается, что теперь, благодаря партнерству со стартапом Таймлайнер, на карте Дубльгис стало возможным записаться на прием в организации сферы услуг, как то парикмахерские, салоны красоты или автомойки. Мы взяли к рассмотрению эту новость для того, чтобы еще раз поговорить о настоящем и будущем картографических сервисов в Рунете. Ну, для чего? О самой новости, разумеется. По нашему мнению, насколько вообще вот такая штука на картах, возможность чего-то тут же сделать, там, в частности, купить билеты, насколько она будет востребована реально сегодня? Не знаю, я, честно говоря, ну и то, чтобы не вижу перспектив, только если это будет очень тесно интегрировано с дополненной реальностью, да, вот когда это будет действительно не словом, аббревиатурой, которую не все даже знают, что это такое, да, вот тогда... Да что уж там, да и мы не знаем, что это такое, просто так используем, потому что красиво. Да, кстати, вот об этом говорили несколько лет, а я сам случайно на одной конференции услышал человека, который мог это объяснить, что это так очень хорошо, то есть многие это не понимают. Вот, Дубльгиз я о нем знал за несколько лет, потому что я в Новосибирске очень сильный рынок веб-разработки, там одни из самых сильных команд, и я мониторю их ресурсы, и там Дубльгиз свет очень силен. Насколько я знаю, у них самая большая база объектов, которые они выверяют, работают с ней, и вот год назад, что ли, они пошли в Москву активно. Это перспектива, ну вот как у Мегафона в свое время были перспективы, которые он реализовал, когда был МТС, Билайн, то есть третьему всегда есть место на самом деле, какая-то доля, там может быть 5-10%, 15%, она будет, конечно. Что сподвигнет тебя, Олег Ульянский, не знающего прежде о существовании такого катастрофического сервиса, пользоваться новым? Что тебе нужно тогда, по-другому спрашиваю? Я думаю, юзабельность. Юзабельность — это основа прежде всего в мобайле, когда пространство очень маленькое. Удобство пользования — это главная история. Я думаю, что у третьего действительно, тем более третьего регионального, есть всегда возможность сделать это лучше, поскольку если для Яндекса это один из бизнесов, для Гугл это один из глобальных вообще бизнесов, а то для них это весь бизнес, и они могут действительно сделать настолько удобную историю, что действительно мне будет удобно купить билет с этого маленького интерфейса, что само по себе очень проблематично, когда нужно тыкать пальцем во всю эту историю, и часто в машине, да? Но если они смогут это сделать умно и понимая именно физику общения с мобайлом, маленьким и побольше, с планшетом и с телефоном, то мне кажется, да, это возможно. Потому что, опять-таки, понятно, что веб идет в мобайл, для большего количества людей уже нету даже лэптопа, даже ноутбука, а есть там планшет и телефон, и это весь их веб, и действительно компании, которые специализируются на этом и глубоко понимают характер взаимодействия человека с этим ревайсом, у них есть большое будущее. Хорошо, мы можем, извините, пожалуйста, мы можем сейчас послушать версию страны ньюсмейкера, у нас на связи директор по продуктам компании Двагис Дмитрий Сосоев. Дмитрий, слышите нас? Добрый день, да. Да, приветствую. Правильно называть вас Двагис теперь, да? Ну, да, мы стараемся называть Двагис. Хорошо. Дмитрий, комментарий твой к вот этому событию, насколько оно для вас важно? Ну, это следующий шаг развития наших сервисов, наших продуктов. Мы, как уже было сказано, обладаем очень хорошей базой по организациям, по компании, но для того, чтобы сделать историю действительно хорошей, мы хотели сделать следующий шаг для пользователя. То есть, когда мы нашли организацию, когда человек нашел организацию, неважно, в мобильном телефоне или в онлайне, он что делает? Он или идет, или звонит. Он идет, или звонит зачем-то. Если это аптека, то, возможно, он хочет звонить туда, чтобы узнать, допустим, лекарства, какие есть в наличии или там по каким ценам. Теоретически это может быть еще один шаг, который мы можем сделать за пользователями, предоставить ему список с радуров в карточках организаций. То же самое с кинотеатрами или то же самое с бронересторанами или других сервисами. Как известно, у вас довольно сильные позиции за Уралом в ряде сибирских городов, и вы только начинаете вход всерьез в города европейской части России, в частности, в Москву, Петербург и другие. Этот сервис... Скорее, я даже дальше пошел. То есть, Москва, Санкт-Петербург, да, это хорошо, но все-таки у нас сейчас активная идет экспансия на Европу. Мы уже запустились в Италии, и в дальнейшее время еще несколько стран тоже будут стартовать. Это здорово, но вопрос задам про Рунет. Вот Олег, например, для меня, на случай, лакнул своя бумажка, извини, Олег, за такую аллегорию, специалист в области ВЭБа с многолетним стажем, не знал о вашем существовании. Думаю, что подавляющее большинство пользователей обычных Рунет, ну как, большинство, не подавляющее, окей, тоже пока мало пользуются два ГИС в европейской части России, в отличие от Зауралья. Этот сервис, он для кого? Для европейской части, большей частью, покупкой билетов, или все-таки для вашей вотчины основной? И для тех, и для других. Тут нет какого-то признака, что вот этот сервис мы запускаем только для одной группы пользователей. Мы находим партнеров, и, соответственно, вместе с партнерами привлекаем те компании, которые к ним подключены. Если брать про Рэмблеркассу историю, то, в первую очередь, там, конечно, Санкт-Петербург, Москва, ну и, в принципе, европейская часть России. Вы довольны вообще темпами развития своего на сегодня в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, вот таких вот городах европейской части? Я, в принципе, недоволен темпом развития своей компании. Это нормальная ситуация, мне кажется, для практически любого владельца бизнеса. Окей, и последний вопрос, Мидри, у нас немного времени. Что будет делаться в ближайшее время для того, чтобы 2GIS стал более известен, популярен, более юзабелен на мобильных устройствах, используя технологию Олега в европейской части России? Довольно много вещей, которые требуются изменить наши продукты. И, конечно, в первую очередь, развитие мобильной платформы и подключение большего количества партнеров по плюс-одинам. Также это территориальное развитие, потому что для пользователей важен охват. Точно так же. Здесь имеется в виду именно Россия, чтобы мы могли представить наш сервис в любом месте в России, в любой точке. Хорошо, спасибо большое. Это был комментарий директора продуктов компании 2GIS Дмитрия Сысоева к новости их альянса с Рамблером. Мы продолжим через минуту. Снова доброе утро, друзья. Мы продолжаем эту программу Рунет сегодня о главных событиях ушедшей недели в интернете, глобальной сети, мобильной сети, цифровом пространстве и в целом. Это передача 16 июля в студии Олег Ульянский, гендиректор детского портала Твидеру и Анатолий Денисов, главный редактор CMS Magazine. Мы продолжаем говорить про картофические сервисы. Мы сейчас вот как некую затравку взяли факт альянса 2GIS с Рамблером. И какая-то была история, да, у тебя, связанная с этой событием? Да, смотри, я думаю, что... Ну, вообще, вот в многих проектах видно, когда их делают... В основе стоят программисты, да, ну, люди... Я сейчас употребляю это слово не там как-то нитяжительно. В общем, люди, которые очень умеют хорошо решать технические задачи, да, и предполагающие, что хорошее техническое решение само по себе, это уже здорово, и оно одно само может себя продавать. Собственно, большинство стартапов, на мой взгляд, не доживает там даже до года из-за вот слепой веры в это. Вот, по поводу идеи, вот озвученной, да, что... Извини, раз, а чего не хватает тогда? А не хватает продвижения. То есть... Не хватает маркетинга, не хватает... Да, не хватает маркетинга. Не хватает маркетинга и продаж. Вот я историю расскажу. Это не про Двагис, это вообще, да? Это вообще, да. А про Двагис, и расскажу сейчас сначала историю, которую хотел сказать, а потом про продвижение. История, значит, тут звучала фраза, что мы хотим быть в каждой точке. И если бы действительно в полновении волшебной палочки это сделать, быть в каждой точке, да, быть доступным, то это было бы здорово. Но есть вот... Просто приведу пример. Где у меня дача, да, 50 километров от Москвы, там недавно открыли кинотеатр. Вот его не было вокруг, наверное, 20 километров в радиусе, не было ни одного. Открыли хороший, современный кинотеатр с многим количеством залов, там все замечательно. Сайт этого кинотеатра, значит, там есть расписание, и крупно написано, вы можете заказать билет по телефону. А внизу под расписанием мелко-мелко. Там до такого-то числа телефон этот не работает. То есть, вот я думаю, что если они справятся вот с этими проблемами интеграции реальной, вот в каждой точке, чтобы не просто декларировать, что можно, например, в кинотеатре заказать, а что действительно будет работать, и это будет работать стабильно. Потому что я у тебя представляю себя, да, на месте, что если я вдруг вот там с детьми пошел в кинотеатр, решил пойти в кинотеатр, попробовал воспользоваться этим сервисом, и если что-то пошло не так, вероятность того, что я снова им попробую воспользоваться, да, она почти равна нулю. Плюс я еще знакомым с вами расскажу. То есть, они залезают в очень действительно востребованную нишу, вот сделать все так, как, например, покупка приложений в App Store, да, где ты нажал несколько кнопок, ввел пароль, и у тебя все есть. Вот. Заманчиво сделать то же самое для реальной жизни. Вот. Если им хватит энергии, напора, денег, характера, нервов, то, что не хватило нашим спортсменам, это отдельная грустная история. В общем, если им этого всего хватит, ну да, у нас не спортология сегодня. В общем, если им этого всего хватит, они могут потеснить и вот двух лидеров, да, текущих. А про продвижение, то, что я сказал, вот приведу другой пример, если им получится сделать что-то подобное, я думаю, что шансы большие есть. Вот тот же Яндекс, который, по-моему, несколько дней назад вышла статья, где уже называют Яндекс-карты новой социальной сетью. Вот. Действительно, такой неожиданный вывод, который автор делает, и я с ним во многом склонен согласиться. Послушаем любое радио, которое сейчас, особенно автомобильное, любое. Как только говорят о пробках, говорят по данным Яндекс-пробок. Вот. Каким-то образом они этого добились. То есть Яндекс, то, что есть Яндекс-карты, Яндекс-пробки, да, это стало на слуху. То есть уже даже если у тебя нет навигатора, у тебя нет пока мобильного устройства, то все равно ассоциация есть, да, карты, Яндекс-пробки. Вот. То есть мало того, что сделать хорошее технологическое решение. Здесь конкретно есть проблемы вот с этой интеграцией, но даже если они их решат, это должен, должна быть, на мой взгляд, какая-то планомерная работа, причем ни одноразовые акции не позволят им завоевать известность, да. Это должно быть там годы работать над тем, чтобы люди действительно, у них узнаваемость этого бренда стала... Одним словом, как бы ни был хорош Двагис, ему необходимо биться очень серьезно в маркетинге, для того, чтобы сместить сознание пользователя... Даже занять нишу, даже встать рядом. То есть... С Яндекс-картами и Google Maps. Если бы не было, вот они пытаются зайти туда, ну, вот с этой идеей, с интеграцией, то есть что я могу не просто найти на карте ближайший, например, кинотеатр, а я могу заказать билет, например, в этом кинотеатре. Это очень хорошая технологическая идея. И для людей это будет полезно. То есть это они могут использовать как... Как что продвигать, да, но все равно без просто огромнейших вложений в продвижение, в маркетинг, вот во все. Это может оказаться просто хорошей технологической... Узкой... Хорошо, коллеги, у меня такой к вам вопрос, переходя к очередной теме. Насколько внимательно вы следили за чередой IPO хай-тек компаний последний год? Ну, кто же за ней не следил? Ну, это... да. Тем более там цифры такие, которые... Какой из выходов вам запомнился наиболее там? Или парочка-тройка таких вот... Я думаю, Яндекс был самый интересный. Для тебя? Ну, Фейсбук, потому что это было недавно относительно, поэтому я быстро забываю, в общем. Да, Яндекс довольно давно уже вышел, год прошел. Хорошо, значит, мы поговорим дальше про планы на IPO со стороны Твиттера. Сервис микроблогов Твиттер не планирует выходить на IPO в ближайшее время. Об этом сообщил исполнительный директор Твиттера Дик Кастел в интервью газете Лос-Анджелес Таймс. Руководитель интернет-ресурса пояснил, что ему нравится статус частной компании, а у сервиса в данный момент достаточно денег для того, чтобы оставаться независимым. Или, вернее, будем говорить об отсутствии планов на это IPO. Значит, здесь надо добавить еще следующее, то, что руководитель Твиттера употребил в своем интервью, вот где он об этом говорил, выражение «У нас грузовик денег», говоря о финансовом положении компании. В общем, он им доволен, хотя странно, Твиттер вроде не особо зарабатывает, там он какой-то получает долю от Гугла за то, что позволяет себя индексировать полноценно, в отличие от Фейсбука, который не позволяет это делать, я понимаю, полноценно. Знаешь, Максим, полное ощущение, что он ведет напряженные переговоры о покупке с кем-то, и может даже с несколькими, с несколькими инвесторами потенциальными. Это очень хорошая история с тем, чтобы во время, в разгар переговоров, выступить где-то и рассказать, что мы, конечно же, не пойдем на IPO, у нас очень много денег, и вообще мы не хотим никому продаваться, и вообще у нас все шикарно. Это отличная стратегия, я не удивлюсь, если через месяц-два мы выясним, что Твиттер кто-то купит за очень большие деньги. Я проверкнет твою историю про Инстаграм, который был абсолютным рекордом. Очень удобно. Мне отредактор, если ты написал, Данил Пленин, о том, что от Гугла уже год не получает денег, я вот не знал это, получается, что у Твиттера только рекламные поступления с этих вот промоутед аккаунтс и каких-то размещения промоутед твитс. Ну да. Ну то есть у них... У них маленький грузовик денег. У них маленький грузовик, но они его должны раздуть до таких размеров, чтобы кто-то отдал еще больше, чем миллиард. Вот. И хотя, может быть, я ошибаюсь, но это очень похоже на тактику ведения переговоров с инвесторами. Что думаешь, Татарий? Ну я здесь, у меня объективно меньше стажа в интернете, чем у тебя, Максим, у Олега. Вот поэтому я, может, несколько наивно скажу, да. Я могу понять эту позицию. Опять же, я говорил про программистов, которые делают. А есть другой тип людей, которые делают бизнес ради бизнеса, то есть ради денег. Вот программисты делают продукт не столько ради денег, они делают продукт ради продукта. Удовлетворение пользователей действительно. А бизнесмены делают бизнес, чтобы продать его, сделать еще бизнес, следующий бизнес, чтобы был больше и продался дороже. То, например, Цукерберг, на мой взгляд, это бизнесмен. Хотя он и технологически, там, ну, мягко говоря не последний парень на деревне вот но для него на мой взгляд отношение ко всему это отношение как бизнесу то есть уж есть говорить про тоже instagram мы говорили да что есть мнение я тоже с ним склонен согласиться что instagram был куплен для того чтобы убить в зародыши не убить конкурента в общем чтобы facebook пошел туда же просто не конкурировал с instagram что на данный момент его дешевле купить да чем чем с ним бороться чем с ним бороться собственно подтверждение что буквально помню через несколько недель появилось приложение сходное с функциональностью инстаграма в фейсбуке в мобильной версии вот собственно с твиттером вот тут как раз на мой взгляд у владельца его да это отношение к продукту больше технологическая то есть он вполне возможности там полностью дворян этим вагоном денег чтобы грузовиком грузовиком я вот не внимательно читаю в общем каким-то количеством денег которые явно ему хватает там и на на все про все о чем он даже не думал когда он это все затевал 6 лет назад вот собственно айпио это ведь даже вообще сам выход да то есть продать делегирование как какой-то части контроля полномочий то есть здесь же может быть очень много личного да так он собственник но есть еще явно какое-то количество акционеров наверное в ческать группа людей которые владеет айпио это соответственно контроль пускай даже может быть не такой который можно ограничить как цукерберг да там же ведь контролирующих то насколько я помню полномочий мало кто получил то есть так все сделано да что в итоге контроль остается в итоге за ним там история с павлом дуронда в контакте похоже вот здесь он возможно не хочет давать этот контроль но как бы что он влюбил продукт настолько что не хочется заниматься и опять же он на тоже момент он его сейчас делает как он его хочет да то есть он явно где-то они ошибаются где-то они наоборот выигрывают вот поэтому моя версия на я понимаю что она такая несколько наивная да когда олег сказал про то что он думает я с ним тоже склонен согласиться то есть это может быть очень хороший за что я сейчас не вспомню точно но дик а стола по-моему он делал не один сервис до этого он опытный человек и предположить такого серийного предпринимателя в излишней любви к продукту мне довольно я не настолько есть другая история вполне возможно что он верит что у него он видит перспективы развития он видит где он принесет еще больше денег еще больше пользователей он видит как он нарастет еще через два-три года свою капитализацию в разы и тогда ему будет стоить и будет иметь смысл продаваться такое тоже может быть ну и плюс вообще вообще может быть все одновременно он любит продукт у него ведутся переговоры с инвесторами поэтому раздувает свою цену и посмотрев на ipo фейсбука он подумал ну нафиг нужно и вообще любой человек любой руководитель бизнеса он должен вести бизнес так как будто он никогда не собирается его продать и должен быть готовым продать в любой тот момент когда за него дадут ту цену которую он читает правильно святые слова олег значит я скажу о том что в твиттере максим спиридонов как обычно мы ведем трансляцию того сопровождаем программу это мой личный твиттер который используется во время работы передачи в служебных целях и мы там спросили потому что заговорили про твиттер мы спросили сколько записей в твиттер вы делаете ежедневно у тех кто нас слушает и ответы такие от 0 до 20 30 по настроению другой ответ все зависит от загруженности на работе еще ответ зависит от эмоционального состояния свободного времени порой поделиться не чем порой новости через край ну и так далее там от 2 до 10 если ведут репортаж события 25 30 множество от 0 до 7 и вот такие вот ответы то есть очень бессистемно ведут свою твиттер твиттер жизнь сказать твиттер пользователи я ноль я не пишу в твиттер вообще я завел твиттер когда начался вот этот окупая бай мне было очень интересно смотреть как самоорганизуются люди как они перетекают с одной точки но бегая от омона как они перетекают по бульварному кольцу это было просто такой реалити шоу просто очень интересно как люди вот это координируется я для этого завел твиттер и закончился весь так упая перестал вычитать а ты я именно пишу я не скажу что я пишу в твиттер у меня там транслируются ссылки на кита материал которые публикуем и которые мне интересно если там говорить об отношении к твиттеру да то большей части контента твиттера очень хорошо и и пародирует лебедев да со своим там почесал левую ногу правую ногу и так далее потому что действительно 99 процента того что выходит в твиты в здравом иметь люди бы нигде никогда не опубликовали вот с другой стороны я считаю что твиттер это просто идеальный канал получения информации для журналистов вот потому что собственно если раньше нужно было там мониторить множество каких-то изданий блогов то достаточно правильно подобрать твиленту да и ты в курсе событий намного раньше чем основная масса но это идеальный канал для многих селебрити которые в разных властях политики эстрады для них если раньше надо было условно говоря там платить за то что в тебе там в какой-нибудь газете написали о том что ты где-то с кем-то там так далее да вот тут ты можешь сам о том с кем-то и где а потом сама фотография и сделать ну собственно что недавно было я считаю это вообще очень такая красивая история но хорошая кто-то очень хорошую стратегию сделал и да ну вот давай до свидания там и так далее вот эта вот вся история с тимоти да но с тимоти с киркором да то есть ребята очень хорошо все мы продолжим говорить на менее веселую тему однако гораздо более жизненно важную через минуту это снова программу на сегодня мы говорим о главных событиях уже 6 недели передача от 16 июля 2012 года звучим на финам fm 99 и 6 москве либо на финам . fm в онлайне это для вас возможность друзья слушать передачу в любой точке земного шара или даже за его пределами если вам удастся там оказаться также напомню что может лучше нас подкасте если вы не оказались у радиоприемника или иного способа приобщиться к передаче в понедельник в 11.00 время прямого эфира подкаст позволяет делать это в любое удобное время студии передачи сегодня анатолий денисов главный редактор cms магазин и олег ульянский гендиректор детского портала twitter.ru мы обсуждаем уже говорил главные события осталось у нас последнее то что взволновала сетевой общественность просто до невероятности согласно конечно конечно на это только об этом и говорит а вообще вот задам вопрос такой перед этим обсуждением которое нам предстоит который часто звучит нашей программе вы считаете нужно вообще законодательно ограничивать интернет есть версия что нет я не нужно нет я за ну я могу объяснить если нужно для вопрос потому что на данный момент это действительно такая сила которая вера в то что это все самоорганизуется все будет хорошо она к сожалению но то есть реальность такова что это не работает да что вот само сообщество полностью самоорганизуется все будет хорошо действительно есть сайт в интернете на которые без законом без законодателей все будет плохо все будет но будет так как и сейчас так скажем нет не то чтобы плохо или хорошо но есть часть интернета который я бы например там ни в коем случае не хотел чтобы мой ребенок туда там случайно или вот часом четыре года вот олеге своей позиции и занимается своим ребенком сделать чтобы нет вы знаете с одной из да это опять же это вот есть такая позиция до что достаточно там воспитывать и так далее но стоит с этой точки зрения да можно например наркотики раскладывать и говорит занимайся своим ребенком просто чтобы он проходил мимо этого я считаю что воспитатель очень важно безусловно с этой точки зрения можно оградить все дороги сквозным забором через который этот забор можно было проходить детям только по особому условию но это не происходит дорога не огорожена светофоры есть правило как учить детей переходить дороги а опасность дтп она для жизни и здоровья ребенка не сравнимо с опасностью того что ребенок что-то прочитает где-то мне кажется что регуляция идет в том направлении где легче а не где важнее вы знаете что дети знаете что взрослые боятся больше всего ножей а дети больше всего погибают и и взрослые вообще не боятся полиэтиленовых пакетов а дети погибшие от однодевание на голову полиэтиленовых пакетов неизмеримо большее количество чем детей которые погибли от ножа почему потому что мы берем риски это это статистика мы берем риски как мы их себе воспринимаем и таким образом регулируем это общая проблема общая проблема отношения к детям когда мы говорим я сказал я против регуляции интернета я бы сказал так я против регуляции только интернета я есть много коммуникативных средств я не считаю что должен быть закон который говорит конкретно об интернете смотрите закон рекламе который запрещает рекламу или ограничивает рекламу на несовершеннолетних в разных областях на телеке на интернете там там это нормально закон который говорил только об интернете это неправильно Потому что интернет это одна из коммуникационных средств. Ребенок идет в школу, он проходит мимо киоска, где висят порно-журналы, и он эти порно-журналы видит. И что? Вот это не надо регулировать в интернете, это надо регулировать. Согласен, пожалуй. Давайте послушаем сейчас о главном событии ушедшей недели и продолжим наши разговоры. Рунет сегодня. Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который предусматривает изменения в законах о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, о связи и о информации. Документ предполагает создание единого реестра сайтов с запрещенным к распространению России контентом и обязывает хостинг-провайдеров в досудебном порядке закрывать доступ к ресурсам, на которых размещена пронография с участием несовершеннолетних, пропагандируется наркотики или говорится о способах совершения самоубийства. Ряд положений законопроекта вызвал критику со стороны интернет-сообщества, так русский сегмент интернет-энциклопедии Википедия в знак протеста на сутки приостановил свою работу. Незогласия с принимаемыми поправками также выразили блог-платформа LiveJournal, социальная сеть ВКонтакте, российский филиал корпорации Google, компании Яндекс и некоторые другие онлайн-сервисы. Редактор программы обратился за комментарием к депутату Елене Мизулиной. Она была одним из главных инициаторов законопроекта. Но она через своего пресс-секретаря уклонилась от каких-либо комментариев, сославшись на усталость, а также на то, что сейчас к ней стали обращаться люди, которые выдают себя от журналистов, но ими не являются. Мы именно такие, поэтому нам и комментарий не дан. В общем, мы не претендовали на то, чтобы быть журналистами. Значит, коллеги, а что вы скажете все-таки по всему этому? Кроме уже сказанного Олегом, с чем я соглашусь? То, что отдельный интернет не очень верно регулировать. Я бы сказал, сам закон сам по себе очень странный. Мне кажется, что дети, защита детей это предлог. Это один из... То есть есть пакет законов, которые так или иначе должны ограничить некое проявление оппозиционности в стране. Мне кажется, что дети это предлог, потому что... Я скажу, почему это предлог. Потому что детская порнография не является чем-то, что направлено против детей. Детская порнография... Детская порнография... Если бы закон ограничил вообще порнографию, это может было бы логично, потому что действительно влияние порнографии на детей плохо. Но не... То есть детская порнография, она вредит детям в том... Тем детям, которые в ней участвуют прежде всего. Ну, то есть, понимаете, да... Здесь, на самом деле, здесь, вред, несомненно, поскольку... То есть логика... Почему? Логика ограничения во всем мире, ограничения детской порнографии именно как использование детей сексуально. Вот это главная проблема детской порнографии во всем мире так рассматривается, а не то, что кто-то ее дети увидит. Я не соглашусь с тем, что это не проблема, это проблема действительно и... Нет, это проблема, но не является центральной проблемой. Вот то, что предлог, это согласен, да, это прямо, значит, вспоминает буквально цитату из «Двадцати стульев». Помнишь, когда Бендер собрал вот этих вот общества, меча и орала, и он... Собираем деньги на детей. Да, и он как бы так говорил, дети, беспризорные дети находятся без призора. И вот тут тоже похоже, что такой предлог и сбор денег или сбор там чего-то, сбор какой-то возможности, как в данном случае с законопроектом, под предлогом помощи детям розыска педофилического лобби, как это было сказано авторами законопроекта, который активно пытается пробиться на просторах Рунета. Смотрите, мне как руководителю детского портала было бы, ну так, субъективно было бы... Правильно защищать. Защищать. Я ждал от тебя этого, я прямо удивлен. Да, но я не буду... Ну, потому что, вы знаете, я все-таки считаю, что дети, они граждане, дети, они люди. То есть у меня есть уважение к детям, и я понимаю... Я считаю, что прежде всего ответственность за воспитание детей, в том числе в интернете, несут родители. И родители в большой степени должны регулировать то, чем дети занимаются в интернете. А функции государства, опять-таки, я не понимаю, почему государство так концентрируется на этой теме, когда есть много гораздо более серьезных опасностей, которым подвергаются дети. Извините, у нас в России, в отличие от многих стран, детей на улицу вечером нельзя выпустить. Родители боятся это делать. И до довольно взрослого возраста детей возят в школу и водят за ручку, потому что страшно ходить по улицам. Это гораздо большие опасности, чем есть в интернете. И с этими опасностями гораздо больше сталкиваются дети. Я объясню слушателям, собственно, суть закона. У нас мало еще времени осталось. Согласно закону, некая организация оператор, пока еще не очень понятно до конца какая, привлеченный специальным органом, уполномоченным правительством, будет мониторить глобальную сеть и связываться с Роскомнадзором в случае обнаружения противоправного контента. Роскомнадзор должен будет уведомить о контенте владельца сайта и хостик-провайдера этого сайта. Владелец сайта в течение суток должен удалить информацию. Еще сутки удаления даются хостеру. В том случае, если этого не сделало делец сайта, если удаление не происходит, если этого всего не случается, то IP сайта вносится в реестр. И его блокируют операторы связи. Видимо, глобальные операторы связи. То есть продумали хорошенько, как мы знаем, если блокировать по IP отдельные сайты, то могут лечь не один сайт, а сотни, десятки сайтов. Вот. И все это вызывает вопросы у той самой интернет-общественности, которая превратилась в педофильское лобби молитвами законодателей, авторов этого проекта. Просто мне кажется, это появится неконструктивно. То есть очевидно, что это реально поздно будет в каком-то виде, потому что интернет сейчас это один из самых основных каналов. Причем он, если раньше он был для аудитории, словом говоря, офисной, да, потом туда сейчас все больше включаются люди уже предпенсионные, пенсионные, пенсионные и так далее, дети. То есть рано или поздно это будут контролировать. Вот. Вопрос в том, что можно долго и безуспешно на самом деле кричать о том, что не контролируйте нас, мы сами со всем справимся, не справляются. Вот. И как-то не пытаться вообще ввести в сторону этот процесс, а пытаться как-то его в нем участвовать. Вот. Потому что я уверен, что из тех, кто ярым образом выступает, да, против этого, соединяя вот эти силы, да, я знаю, что сейчас... А можно, а вот самый основной канал, который есть в России, называется телевидение. И при всем нашей гордости, телевидение охватывается неизмеримо выше. И скандалы, интриги, расследования, программа «Максимум» с расшлененкой на НТВ, которую тоже видят дети, это чего? Вот государство хорошо контролирует всю эту историю. Большую часть программы вообще контролирует эту историю. Когда в 7-8 часов вечера у какого-нибудь Малахова рассказывают о сексуальных отношениях, и дети смотрят это, это нормально, да? Это нормально государство контролирует. А вот интернет, это катастрофа. Олег, позиция, на мой взгляд, позиция, что вы нас не трогаете, потому что у вас самих есть проблемы, это... Да нет, оно государство ничего не умеет контролировать, оно в жизни ничего не умеет. Оно не может людей предупредить о том, что потоп. Так если мы понимаем, что государство все равно будет контролировать, очевидно. При том, что не может. Но оно будет это делать. Вместо того, чтобы пытаться увести это в сторону неминуемо, это то же самое, как бороться не знает. Расслабиться и получать удовольствие. Так вот, сейчас это получается, что люди расслабятся, ну, то есть, нет, не расслабятся, будут в напряженном состоянии, и удовольствие не получат. То расслабиться. Ну, сейчас большая часть напряжена. Мы хотели получить комментарий к этому законопроекту все-таки еще одного инициатора, депутата Госдумы Сергея Железняка. Видимо, уже не успеваем, осталось у нас 40 секунд до конца передачи. Вопрос, который мы не задали ему. Почему закон был принят в такой спешке? 6 июля первое чтение, 11, 2 и 3, и в итоге раз и все, он принят. А это крайне редко происходит. Почему решили блокировать по IP-адресам? Ведь могут пострадать целый блок платформы. Как мы знаем, да? Бывает, что огромное количество сайтов висит на одном IP-адресе. Почему было принято решение блокировать сайты в досудебном порядке? Ну, это, видимо, для оперативности ответ был бы, да? Но, тем не менее. Не успеваем мы задать те вопросы. Сергею, к сожалению, он не получил с ним связаться. Показывает мне жестами редактор программы. А мы будем заканчивать. Коллеги, спасибо вам за участие в передаче. Напомню, что экспертами сегодняшнего выпуска программы были Анатолий Денисов, главный редактор CMS-магазин, и Олег Ульянский, гендиректор детского портала. twiddy.ru Меня зовут Максим Спиридонов. Слушайте нас каждый понедельник. Это была программа «Урная сегодня». Пока.